Тем временем Looking for Org выходит на закуп. Сейчас ребята должны показать уже более такую агрессивную, уверенную игру. Ну и здесь могут начаться проблемы у Мишмаш, потому что шведский коллектив продолжает играть с полубаем со второго раунда, с которым, конечно, противостоять полноценному закупу команды Looking for Org может быть довольно сложно. Итак, как Паура агрессивно выходит. Паура, нет, он не вывозит первый уже дуэль против Рэблса. Здесь есть энтри в итоге для команды Мишмаш, и Мишмаш продолжает свой проход на Point A. Там их готовы принимать два игрока, это Ксистоу и Джет команды Looking for Org. Итак, Ксистоу чекает выход с Андера, но здесь удается дать инфрак, однако дальше Твик отлично его трейдит. Твик продолжает пуш с оператором, ну и здесь вместе с Блоудгадом они просто освобождают этот поинт, опустошают его и ставится спайк абсолютно без проблем. Турка вместе с другим своим тиммейтом остаются вдвоем, и Турка и Мавера, конечно, много не навоюют. Легкие два фрага для Макси, и это 3-0 в пользу Мишмаш. Что ж, 3-0 начало игры складывается невероятно уверенно для команды Мишмаш, ну и плюс прошлые. Карту Хэвен мы видели, они ее уже успели обкатать два Хэвена подряд, ребята уже абсолютно точно как бы успели отработать, как открываться на каких плентах, какие углы лучше контролить. Сейчас на волне предыдущих побед, в принципе, Мишмаш вполне могут на уверенности и дальше выносить оппонентов, но вот здесь Паура отлично работает с Маршалом, превосходный фраг по оппоненту Дам, Торонто, однако не выводит Твика, как невероятно Твик разбирается с Торонто. Он выходит пикать на клоус рейнджу с оператором, дальше воюет Твик, Твик, трипл килл, что же творит этот джет команды Мишмаш? Итак, пайп должен быть установлен на плент, и здесь шансов на ретейк просто по минимуму у команды Looking for Ork. Но что делает Мавера? Мавера просто палится, и мать его абсолютно закономерно наказывает. В живых остается последний игрок турецкого коллектива, Турка с говорящим никнеймом. Интересно, что ушел сейвить Турка. Первый армор, шериф, насколько это релевантно, большой вопрос с шерифом. С другой стороны, можно было бы попытаться абсолютно спокойно выбивать девайсы, принимать оппонентов на перетяжки. Кстати говоря, возможно, у Турка сейчас это получится, потому что Макси спалился, звук его был в ушах у Турка, и он должен понимать, где сейчас находится игрокоманда атакующих, Турка выходит на сближение. А спайк вот вот взорвется, да, Турка выбивает девайс, но Твик сразу его трейдит. Четыре фрага для Твика в прошлом раунде, и против команды Looking for Ork как-то невероятно уверенно себя чувствует экс-профессионал овервотча. 7-0, 7-0 он ведет. Действительно, что-то нужно делать с этим Твиком, и Торонто решает взять это на себя. Торонто будет играть с оператором для команды Looking for Ork. Кстати говоря, вот мне казалось, для меня фаворитами, по крайней мере. Выглядели ребята из команды Looking for Ork, объясню почему. Да, я знаю, знаком с Твиком, так сказать, так как следил за сценой овервотча. Да, вроде как мы видели больше игрокоманды Мишмаш, но здесь вот к Систол, допустим, 2 килла уже делает. И уже видно, что ребята из команды Looking for Ork совсем не так просты, как может показаться по итогам этих четырех раундов. В живых уже только три игрока Мишмаш. И посмотрим, удастся ли им что-то сделать. Возможно, это просто будет сейв трех девайсов. В принципе, может быть, тоже это было бы разумно. Однако, еще не факт, что дадутся его отыграть в команде Мишмаш. Матери Сайтблоу Джи Джи, наверное, наряду с Твиком вот главного фрагера в команде Мишмаш. Отличный фраг от Макси. И вот здесь ребята уже выравнивают положение. Looking for Ork и Мишмаш сейчас располагают равным количеством живых игроков. Мишмаш тем временем передумали заходить на Аплент. Это перетяжка над Сетим. Временем Турка вот-вот пересечется со своим оппонентом на Б-планте. Макси, главное ему вовремя зачекать позицию. Но здесь Турка не один, не один готов принимать. Торонто также со стороны уже Апланта. Ой-ой-ой, подставляется Турка. Торонто выходит пикать своего оппонента. Однако вовремя меняет позицию Макси. Готовится работать на Цепленте. Макси отлично принимает Торонто. И уже 3 кило для Савы. Команда Мишмаш есть. Это должен быть легкий раунд для команды Мишмаш. Кси-стол, последний. Ищет фраги пока что. Не очевидно, где находятся оппоненты. И это сейф-девайса. Ну, абсолютно закономерный сейф-девайса. Будем честны. В соло с вандалом. Мало что сделаешь. А вот пушка за 2900 в любом случае лишней не будет. Кси-стол выходит на оппонента. Ай-яй-яй, спалился кси-стол вандере. Здесь Макси мог его наказывать. Кстати, ребята из Мишмаш, видимо, сейвят оператор и будут играть в 2. Неужели? Или просто, да, видимо, для Твика, скорее всего, просто засейвили снайперскую винтовку, чтобы с наиболее комфортным девайсом играл игрок на джет. Абсолютно верно. Так и происходит. Тем временем Макси совсем не отстает от Твика по КД. 7-2 у Савы, 7-1 у Твика. И, кстати говоря, вот интересно, что в итоге по очкам все-таки Макси обгоняет своего ближайшего конкурента в борьбе за звание MVP данного матча по итогам, по крайней мере, 5 раундов. А вот в Looking for Ork такой дробовичный раунд, если так можно сказать. Они, по-моему, все закупились шотганами. Хотя вот видно, что Мавера играет со Спектром. Систол, да, с засейвленным вандалом. Все-таки не все. Уволен, ошибся, прошу прощения. Однако-однако, Мишмаш уже готовится заходить на Цепленд. Они трутся у Даблдора. И вот там, кстати говоря, нет оппонентов. Если через эту позицию решат запушить Мишмаш, то есть шансы, в принципе, безболезненно выходить на Цепленд. Однако, туда уже стягивается игрок Looking for Ork. И ребята понимают, что лучше не совать свой нос туда, где нет никакой информации. Твик все с Макис дает на Цепленд. А вся его команда идет на А. Ну, видимо, это чтобы как-то побольше ребята поверили в фейк. Но, блин, какая флешка от Ксиста. Отличный даблкил. Дальше работают ребята. Вторая флешка от Ксиста. Ищет фраги. И Моликом еще одного забирают. Невероятный отыгрыш от Феникса турецкого коллектива сейчас. Отрезает он еще и оппонентов при помощи стенки. Ну, здесь просто Looking for Ork решили в развалочку поиграть. Минус 4 игрока команды Мишмаш. И Твик остается последним с оператором против 4 оппонентов. Это практически невозможно выносить. Но Твик дальше воюет. Этого явно недостаточно решающий фраг от Ксиста. И практически дали Ace Фениксу команды Looking for Ork. Тем не менее... Тем не менее, это 4 фрага. И, наконец-то, выигранный раунд для турецких киберспортсменов. Продолжение следует... итак напоминаем что наши дорогие зрители могут подписываться на нашу группу вконтакте следить за мной если вам интересно мое творчество ну и смотреть на невероятно красивый валорант сейчас пять игроков команды мишмаш готовятся пушить мид нет скорее 4 видно что твик продолжает с оператором контролировать выход салонга на случай если вдруг кто-то из команды looking for work решит их поджать но аксистов готов делать грязь на плоти by вместе с турка они уже работают и турка даблкил делает несмотря на то что ксисты уже на видел rebels у сейчас спайк попытаются поставить турка резать ксистов здесь если чем это за пони шить пока что даже не пытаются простреливать ребята из команды мишмаш и иксистов может врываться файта очень уверенно да и по мать и дан в живых последний игрок команды мишмаш это макси и он просто не вывозит к сексу тоже второй раунд для команды looking for work очень уверенно отлично отыгрыша турка он дал два килла на б-планте ой какая разница во фрагах между ксисту его тиммейтами 10 5 идет ксисту и следующий у него тиммейт сделал только три тела конечно в этом плане у мишмаш и намного равномернее распределены фраги по команде однако явным лидером пока что является макси но и твик показывает просто невероятный отыгрыш местами напоминаем у нас финал турнира clutch battles играется в формате best of 3 команда победителя забирает все команда второго места не получает ничего кроме разумеется респекта от комментаторов и зрителей так что ребята если вы болеете за looking for work турецкий корректив с довольно таки именитыми игроками такими как паура то можете написать об этом в чате нам будет радостно видеть какую-то активность тем временем твик уже разбирается с вражеским снайпером минус торонто сейчас в преимуществе готовы продолжать ребята из команды мишмаш а тем временем мавера решил видимо на сбор информации заюзать ульту но это вроде как вообще ничего не дало и так ребята из команды мишмаш перетягиваются на цеплент на цепленте их готов принимать только один оппонент поэтому это может быть очень удачным удачным решением тем более мавера у него есть только телепорт нечем ему откинуться чтобы как-то поменять выгодно позицию поэтому наверное самым разумным решением для него было бы вообще сидеть на месте и ждать тиммейтов но ребята просто знаю где он находится отличный ультимейт от макси и вместе с рэблсом они уже просто уничтожают двоих игроков команда оппонентов установлены спайк на цепленте и в живых уже остаются только два игрока команда looking for work это ксистов и турка и шансов на то чтобы вывести у них невероятно мало сейчас ребята просто сэвид свои девайсы сэвид есть что уксису в руках оператор у турка в руках вандал и на самом деле как особенно если твоя команда играет эко в обороне тебе хочется иметь в руках снайпер q вокруг которой можно построить игру и вокруг которой на самом деле можно выигрывать эко раунд но вот здесь макси уже лишает девайса одного игрока команда looking for work и последним остается ксиксу однако ксиксу отлично чекает позицию есть фраг от ксик стол и его можно дальше пушить под флешку выходит 2 2 пик но понимает что из этих прострелов как-то вывозить практически невозможно огромное количество раскидки на ксисту и все таки да он остается при своем девайсе 11 5 продолжает убивать несмотря ни на что у нас игрок на фениксе ну и посмотрим принесет лет наконец-то победу его команде мы видим пока что из восьми раундов только два смогли забрать ребята из looking for work напоминаю турецкий коллектив looking for work играют против шведского коллектива мишмаш у нас финале clutch battles итак раунда тем временем уже в самом разгаре спайк установлен 5 игроков команды мишмаш в живых и выглядит так как будто плент си практически невозможно ретейкать ребятам из команды looking for work они это в принципе понимают в очередной раз ксиста уходит сейвить в очередной раз он остается при операторе но то в каком незавидном экономическом положении остается его команда конечно не самые утешительные прогнозы для looking for work заставляет делать 6 2 атака в атака на карте haven у команды мишмаш складывается просто невероятно все идет как по маслу уже вторую игру подряд да конечно прошлое они забрали на овертаймах но опять же атаку они играли просто невероятно уверенно и здесь уже абсолютно точно мишмаш опять закончат первую половину для себя в преимуществе нет шансов даже сравняться у looking for work но есть шанс хотя бы выйти на 5 раундов с пяти раундов после смены сторон камбэкать если для них к на карте haven позиция атакующих более уверенная абсолютно реально и что самое главное вообще может быть для слабой стороны ну так себе стороны в которой вы меньше уверены 5 раундов было бы наверное практически идеальным вариантом так что сейчас looking for work for work еще есть возможность отыграть на хорошем уровне первые 12 раундов тем не менее видно что ребята уже заходят на мид из команды мишмаш и ксисту отлично принимает первого оппонента однако тем временем блогат разбирается с турка в боксе ксисту перетягивается на цеплент ксисту продолжает убивать ксисту трипл килл по оппонентам и в живых остается только два игрока команды мишмаш против троих в команде looking for work тоже все не так радужно у ребят из турции из солнечной турции нам передает привет ксисту он явно делает жарко потому что 4 фрага минус твик и это третий раунд для команды looking for work ксисту каждый раунд для своей команды делает пока что к сожалению он играет в соло к сожалению здесь вся остальная команда looking for work просто ходит рядом с ним и старается сделать хотя бы что-то 16 к 5 мвп этого матча сейчас играет в команде которая забрала только 3 раунда из 10 и конечно здесь вполне возможно что у looking for work есть тильт есть какие-то дрязги в команде разногласия но потому что действительно у ксисту есть причины рейджить и возможно быть недовольными быть недовольным тиммейтами с другой стороны еще не все потеряно 73 первая половина не закончена сейчас паура отлично открывается пиком паура даблкил он решил показать что он не хуже ксисту играет с оператора и у него это удается однако вот сразу же это нивелирует ребята из команды мишмаш тем временем ксисту продолжает пушить ужас вандала не удается ему нивелировать использование ультимейта от сейдж не чекает позицию его сразу же раздевают в ульте в живых остается четыре игрока с обеих сторон твик тем временем запушивает андер и на самом деле если он достаточно надолго тут останется то можно очень уверенно принимать ксисту да есть фраг от твика три игрока looking for work уже в живых и команда мишмаш сейчас в легкую может забирать уже 11 раунд для себя ребята перетягиваются куда же они выйдут на b или на c на самом деле для них уже не так принципиально любой point с таким численным преимуществом можно забирать 3 ультимейта у ребят под контролем они на самом деле сейчас вот самое главное с ультимейтом brima все что им нужно сделать это поставить спай дальше отойти в сейвовую позицию и просто контролить при помощи скилок это будет стопроцентный надежный раунд но они сдают ультимейта в атаку тоже в принципе неплохо сразу прочекали позицию выкурили оппонента дали фраг ну и в живых уже только два игрока команды looking for work это торонто и ксикста не это не ксикста ксикста забрал у нас твик поэтому это торонто и турки ну ретейкать наверное не лучшие те для команды looking for work сейчас они конечно пытаются сблизиться с оппонентами но вот торонто с оператором допустим очень агрессивно сейчас играет наказать его можно легчайшим образом торонто промахивается шот и дальше единственное разумное решение это просто уйти как можно дальше и засейви девайс и ксикста и здесь и так тем временем до продолжается игра и у твика в руках малышка у твика в руках один с этого один а пока что не удается давать никаких фрагов дальше смена девайса просто два один а под ногами у мишмаш лежат они в настолько серьезном экономическом преимуществе что могут просто разбрасываться самым дорогим девайсом в игре паура чекает б-плэнд однако туда пока что не торопится заходить ребята из команды мишмаш они все еще ищет с какой стороны им будет выгоднее открыться но пока что очень медленно атака оно и понятно ребята понимают что в looking for work серьезные оппоненты которые могут не дать в легкую закрыть карту поэтому даже учитывая то что пока что невероятный равный счету команд в любого невероятно наоборот доминатный счет со стороны мишмаш в любом случае наказать за любую ошибку могут looking for work и это мы видим паура сторон то уже дают по одному фрагу сейчас в живых уже только три игрока команды мишмаш и на самом деле выглядит так как будто looking for work могут выбирать четвертый раунд а я и твик его принимают с ультимейтом сейчас рыбал однако сразу же от раз трейдил но прошу прощения в живых только два игрока команда мишмаш но здесь мякс и что же он творит это double door просто аннигилирован сейдж команды мишмаш прошу прощения совой команда мишмаш живых только торонто торонто пифа микси макси и сейчас торонто пушит через молик через все спайк стоит и rebels на его плечах лежит решающий фраг и возможно да и команда мишмаш завершает первую половину со счетом 93 что же ребят мишмаш против looking for work невероятно напряженное противостояние однако вот по соотношению в раундах это не скажешь в любом случае видно что местами looking for work показывают что они команда которая ничуть не уступает мишмаш по уровню тем не менее игра не складывается тем не менее несмотря на вот эти невероятные клатч от ксиста несмотря на то что в принципе по ура сторон то действительно круто отыгрывают в каких-то моментах видно что они точно знают что делать и делают это красиво все равно не хватает все равно не хватает чего-то команде looking for work и выходит так что ксиста делает фраги в солом тем не менее мать и уже готов принимать оппонентов сандера на понте именно туда сейчас заходит ребята из команды looking for work но под блок gg раскидкой можно просто аннигилировать всех тем не менее торонто уже разбирается с блок джи джи мать и отлично отрезает стенкой дальше пуш своих оппонентов разобраться с джет не удается и ребята видимо оставляют попытки пушить через under итак фраг от турка живых уже только два игрока команда мишмаш торонто разбирается с твиком и мать и последний так сказать но не последний по значимости тем не менее для команды мишмаш уже шансов выигрывать в этом раунде практически нет но подзаработать денег почему нет пол хп сейчас у оппонента ой какой хэдшот с пкм ки от мать и дан искать еще фраги мать и нет мать и неплохо работает с маке но его уже готов принимать торонто нет мать и это невероятная игра с классика он действительно отлично орудуют пкм коми но вот с ксик 100 уже не разобраться четвертый раунд наконец-то забирают себя looking for work и это отличная возможность камбэкать после смены сторон пистолетка уходит турецкому коллективу они забирают первую пистолетку в этой игре для себя ну и сейчас наверное самое важное реализовать ее мы знаем что с этим могут быть проблемы мишмаш не раз и не два и наверное уже не три забирали экораунд после проигранные пистолетки так что самое главное для looking for work не дать этого сделать шведскому коллективу итак небольшие неполадки пока крайне мере у меня на трансляции были но всем я вернулся я вижу что три кило уже дал торонто есть трейд но не удается не удается забрать макси торонто хотя торонто был на 20 хп 4 фрага для торонто и сейчас в живых уже только один игрок команды мишмаш торонто в принципе идет на из он близко к оппоненту торонто невероятный отыгрыш в этом раунде приносит эйс турецкому игроку и заявляет о себе таким образом игрок на джет 11 10 идет и видимо хочет догонять кси стал но еще нужно попотеть разница в 6 фрагов кси все еще mvp данной карты однако видно что в атаке после смены сторон looking for work чувствует себя намного увереннее но вот мишмаш получает закуп мишмаш сейчас покажут намного более уверенное сопротивление и что самое неприятное для для looking for work у турецкого коллектива сейчас явный просад по огневой мощи они не смогут играть с настолько же сильными девайсами как оппоненты но твика очень неприятно ловят не удалось ему сразу же уйти в сайвовую позицию на дэше в итоге дает он только один фраг на лонге болт gg тем временем уже готовится принимать оппонентов на пойнте и вместе с другим своим тиммейтом ребята однако из команды looking for work тоже не торопится подставляться огромное количество смоков кубочках 2 ну и тем не менее до болт gg уже точно ничего не увидит тем временем торонта уже прошел через андер знают ли догадываются ли ребята из мишмаш что именно в той позиции может находиться оппонент от на самом деле может быть решающим знанием для болт gg а болт год почему его называют же не знаю не знаю ребята потому что показывает gg он своим оппонентам действительно много-много красивых моментов нам сегодня подарил игрок на бриче команды мишмаш и так невероятное количество фризов и торонто разбирается с болт с болт гадом в живых три игрока команды мишмаш рыбал с отличный фраг по торонту и в принципе ребята из команды обороняющихся включаются файт пока что спайк уже установлены время работает на команду looking for work но мать и выходит пушить вместе с тиммейтами с хелпы и под усилением от реббал за можно делать грязь и так первый фраг есть реббал с трипл килл в этом раунде в живых последний игрок команды мишмаш но это ксиста и ксиста может натворить делов мы знаем что этот игрок умеет стрелять и так первый фраг есть не дал раздефьюзи дальше под флешку отвернулся вовремя игрок настоящего все равно это ничего не дало ксиста удает уже два фрага и сейчас его пушит последний прострелом все таки его забирают и это выигранный раунд для команды мишмаш однако насколько же сложно им это далось и прямо сейчас в шаге от того чтобы проигрывать был шведский коллектив в очередной раз но тем не менее даже несмотря на две выигранные партии так сказать для команды looking for work после смены сторон как только закуп появляется у мишмаш они уже выходят в преимущество в двукратное преимущество по количеству выигранных раундов хеликс тут хеликс на месте и хеликс говорит что макси сейчас довольно агрессивно играет если бы были готовы принимать здесь looking for work своих оппонентов то можно было бы можно было бы наказывать то у нас по фризам что у нас происходит итак надеемся что пофиксили фрезы нет не пофиксили 10 5 сейчас мать и на цепленте все еще в преимуществе находятся ребята из команды looking for work и самое главное для них это то что же в кси стол кси стол а уже 19 восьми идет все еще mvp карты все еще продолжает аннигилировать оппонентов меньше всех он умер на карте вообще при том что играть в команде которая проигрывает причем с довольно разгромным счетом так что здесь конечно же остается только порадоваться что в команде looking for work есть настолько сильный игрок выигранный раунд в атаке для команды looking for work может ознаменовывать только одно то что ребята готовы к камбэку и не хотят слишком просто отдавать своим оппонентам эту карту но нужно понимать что есть право на то чтобы отдать только два раунда у команды looking for work дальше миш-маш просто заберут первую карту и и и и с продолжаем видно что power вот довольно агрессивно выходит пушить лонг сейчас его некому там принимать однако если бы вдруг были готовы идти на какую-то более агрессивную оборону ребята из команды мишма что power можно было бы наказать тем не менее сейчас ребята is looking for org продолжает пуш на point a ставится стенка довольно таки серьезно может замедлить пуш своих оппонентов игрок на сейдж команды мишмаш тем временем видно что сейдж со спайком команды looking for org готовится пушить сандра есть раскидка от мать и мать и не выводит дуэль против ксисту однако блогат все еще живет и он может убивать ксисту тем временем уже два фрага блогат пытается вывести с джаджем не выходит и твик остается последним вместе с одним своим тиммейтом для команды мишмаш твик пуша через маки но не чекает нужную позицию и два решающих фрага от маверы трипл килл от омана и 710 постепенно догоняют своих оппонентов ребята из looking for org осень для баба толстого равновесия катilation так открываются ребята из команды looking for work фрагом по вражескому сове сейчас нет риса у команды мишмаш поэтому нивелировать это тоже не удастся тем временем мишмаш еще к раунд играют и на самом деле это отличный задел для looking for work на то чтобы выигрывать еще одно очко себе но превосходная работа под флешка от blow gg приносит наконец-то пик и для мишмаш 4 в 4 ребята из команды looking for work видимо все таки попытаются запушить а плент очень малых а по уксисту однако селфхил есть тем временем продолжается перетяжка на плен со стороны команды мишмаш ребята в большинстве в принципе вполне могут оказать достойное сопротивление но сдается ультимейт от бримстоуна и под этим ультимейтом просто работает паура double kill rebels конечно попытался повоевать у него получается два фрага требуется есть сейчас есть реальные шансы вывозить это и получается diffuse получается торонто ты прервет да это выигранный раунд для looking for work но очень близки были мишмаш к тому чтобы забирать экран и на самом деле для экораунда отличный результат выбили девайс и подформили денег и вот сейчас уже во все оружие будут готовы оказывать достойный отпор своим оппонентам ребята из команды мишмаш итак открывается кстати говоря максис ультимейта на сове никого не находит даже информации не собирает но скорее получает информацию о том где нет оппонентов чем о том где они есть тем временем блогат уже дает пик по паури торонто это трейдит но отвик сразу же включается файл и дает пик по торонто вик ждет оппонента с бокса тем временем ксисту випе этого матча пытается зайти на б-плэнт на б-плэнте никого нет и на самом деле здесь ксисту может довольно таки неплохо зайти в бэклайн оппонентом но движется не в ту сторону где находятся его враги ксисту сейчас выйдет на превосходящее число оппонентов со стороны команды мишмаш и ксисту не остановить два кило от феникса команды looking for work сейчас два на два ребята продолжают противостояние и здесь не 2 на 3 преимуществе сейчас находятся ребята из команды looking for work и команда мишмаш сейчас может просто оказаться загнанной в угол аура однако леса это турка еще и леса и точнее пауру до ребята из мишмаш забрали одного оппонента ну возможно самого ценного возможно без ксиста просто не удастся ничего сделать команде looking for work посмотрим тем не менее rebels вместе с твиком ждут ждут своих оппонентов и сейчас шансы на ритейк есть но они выглядят скорее какими-то призрачными дома вера легкий фраг подвиг у данра был с последней мавера по нему еще тоже горит пик 10 9 и практически сравнялись looking for work со своими оппонентами и 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 так дорогие друзья продолжается противостояние первая карта финального матча оказалась невероятно равной но здесь видно что уже команда мишмаш вынуждены игротека и вполне возможно окончательно сравняют счет ребята из looking for work тем не менее более-менее сливовые позиции у команды более-менее сливовые позицию команды мишмаш и они на этом агайка раунде могут понаказывать оппонентов за агрессию кси стол дает пик по максим сесту дальше ищет фраги но не палец не палец ребята из мишмаш и так паура по блог джи дает фраг и в живых уже только три игрока команды мишмаш паура еще один пик что же этот раунд практически невозможно уже вывозить команде мишмаш паура дальше ищет пики по сейдж но по-моему ни одной пули не залетела а ей как пауру сейчас могут расписать с двух сторон отлично отыгрыша твика и вот здесь на планте можно было бы попытаться сейвить хотя что сейвить нет мать и есть что сейвить вандал в руках у сейдж однако турка его выбивает твик понимает где находится оппонент на его вот-вот зажмут в тиски турка делает решающий фраг по твику и этот 1010 как я и предполагал этот раунд не удалось вывести ребятам из мишмаш и сравнялся счет что ж сегодня в атаке все команды на хаване чувствуют себя намного увереннее чем в обороне ну и здесь конечно эта карта не стала исключением пока что несмотря на блистательную атаку со стороны мишмаш здесь как только они перешли в оборону они смогли забрать только один раунд итак какая агрессивная отыгровка от команды обороняющихся со стороны а плента на ребята пропушивают лонг и выходят в довольно близкую позицию к своему оппоненту турка с оператором готов их принимать однако пока что не палец и игроки не стоят с другой стороны и видно что ребята из looking for work будут заходить на c и так на c только один оппонент принимает сейчас есть возможность у команды looking for work довольно эффективный пуш проводить потому что мишмаш еще потребуется довольно много времени на полную перетяжку мы видим что три игрока на планете сейчас находится ну и под с макетма веры ребята уверенно залетают и так brim пытается работать уже к систу раздевается дается отличный ультимейт который еще замедлит пуш и за это время успевают перетянуться ребята из мишмаш и так еще один фраг для маверы есть этот телепорт сослужил ему хорошую службу паура даблкил в живых только два игрока команды мишмаш и попахивает тем что этот раунд также уйдет looking for work tweak ищет пики тем не менее найти их ему практически пока что не удается торонто просто обходит своего оппонента и 1010 в итоге последним остается макси с фантомом на руках 2 900 можно засейвить почему нет 50 армора также у него есть отличный хэдшот по мавере ну и здесь дальше лучшим решением наверное было бы сейвить есть раскидка пытается найти он еще какие-то фраги при помощи шоковой стрелы но ребята из команды looking for work даже не пытаются найти по нему какой-то пик а я я обходят макси и прямо сейчас возможно нет нет торонто дальше сближаться не будет и это 1110 в пользу команды looking for work отличная отыгровка от турецкого коллектива итак дорогие друзья мы продолжаем смотреть невероятно напряженное противостояние шведского коллектива и турецких горячих мужчин в looking for work тем временем looking for work наконец-то выходит в преимущество впервые за эту карту сейчас макси готов принимать оппонентов на лонге поинта си и посмотрим удастся ли ему это сделать достаточно эффективно looking for work однако совсем не собираются туда заходить и у твика могут быть большие проблемы но он вовремя ретируется при помощи дэша есть второй дэш и можно занять еще более сливовую позицию но твик решил принимать в довольно агрессивном углу своих оппонентов а я переводка есть от века вместе с макси даблкил сейчас отлично работают игроки команды обороняющихся но турка наконец-то находит этот трейд и так макси продолжает контролировать б-плэнд вместе с тиммейтом он остался последним макси забирает ксисту но турка сразу это трейдит живых по одному игроку с обеих сторон но турка был рез и здесь у мать и не так много шансов однако фраг по ксисту дан и ксиста даже не нанес единицу урона по мать и но вот то количество раскидки которым располагается и команды looking for work заставляет задуматься о том что все таки турка выигрывает себя достаточное количество спейса чтобы уже получить преимущество что в принципе и происходит туркам ставить спайк на цепланте видимо точно знает какой стороны выйдет оппонента вот мать и имеет возможность допустим сейчас идти не со стороны спавна со стороны коннектора но он этого не делает и турка абсолютно закономерно его за это наказывают 1210 и в шаге от победы остаются ребята из looking for work на пока что реплей чеки реплей чеки ребята которые показывают действительно насколько интересным и напряженным был это этот раунд отличный был отыгрыш от века и макси но пока что нужно включаться нужно включаться и blood гаду который до этого на картах демонстрировал невероятный отыгрыш а вот сейчас почему-то не вывозит на том же уровне ну и разумеется игроку на сэйдж и так макси есть open frack и уже минус 2 дают ребята из команды миш-маш решили что все таки не отдадут они это так раунд так просто своим оппонентам как агрессивно попытался пикнуть турка но раббелс его абсолютно закономерно за это наказал макси сдает ультимейты находит пик по мавере ну вот это то чем тебе приходится платить за то что ты пушишь лонг все вместе просто легчайший паниш и макси решающий фраг по ксисту 11 12 все еще в шаге от победы находятся ребята из looking for work но миш-маш совсем не отстают что ж сейчас закупу обеих команд и на самом деле это неприятно looking for work конечно же не имеют никаких шансов уже выводить на экран своих оппонентов дальше матч-поинт дальше равное положение с обеих сторон каждый раунд и конечно же это не те обстоятельства в которых камбэк будет легким для команды миш-маш а здесь уже скорее речь о камбэке да потому что в этой половине они только два раунда забрали твик тем временем неплохую позицию на лонге занимал но все-таки его принимают отличный раскид от блога да однако он ничего под ним не делает потому что идет кушать соло здесь как будто была какая-то мисс коммуникация от команды миш-маш и торонто уже дает фраг по оппоненту и так такси стал дает пик по мать и дальше есть трейды однако торонто продолжает пушить несмотря на молик нет нет все таки отступил немного назад но power отлично работает на планте и без тиммейтов которые пока что не успели дойти и сейчас у команды миш-маш и реальные шансы на то чтобы проиграть первую карту он до чистого решающий фраг и миш-маш отлетают на карте haven хотя насколько уверенно эта карта начиналась для миш-маш настолько же разгромно она во второй половине для них закончилась но тем не менее счет был очень равный ксистоу на протяжении всей игры не отдавал мвп никому 30 фрагов от ксистоу этот игрок явно заявила себе в этой на этой карте наверняка какие-то организации уже к нему присматриваются ну и посмотрим как дела развернуться на следующей карте а пока ребята уйдем на небольшую паузу а а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, а мы вернулись, а у нас уже Ascent, а у нас уже вторая карта финала. Напоминаем, Best of 3 играют команды... А вот... Какие? Looking for Org, разумеется, и команда MeshMash... 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 Да, команда MeshMash против Looking for Org. MeshMash — шведский коллектив, Looking for Org — коллектив турецкий. И первую игру уже забрали Looking for Org. Надо сказать, действительно ожидал, ожидал от Looking for Org. Ну и, кстати, я говорил, что я скорее ставлю на Looking for Org. Я ни за кого не болею. Команды, за которые я болею, вы были в первом этапе, во втором максимум. Вот, поэтому здесь я просто хладнокровно ставил на Looking for Org, и это прокатило. Если посмотреть на сетку, у Looking for Org была, как мне кажется, более напряженная сетка, потому что они играли и против 0 пенки, и против Кут Куда. Кут Куто, точнее, наверное, правильно. У MeshMash, наверное, из таких серьезных оппонентов были только Quick Math. Хотя вот Granite Gaming у них 10 раундов забрали, тем не менее, этого явно не хватило. Что ж, ребята, мы пока что, на самом деле, непонятно, почему смотрим на меня, потому что карта, я так понимаю, уже стартанула, и, в принципе, уже можно посмотреть на... Просто такой красивый, Игорь. На пике персонажей с обеих сторон мы видим, опять же, Сейдж. Я, кстати, думал о Сент, я почему-то думал о Сент, но ребята играют сейчас Бинт. Сейдж есть, да, Сейдж есть в обеих командах. Нет у нас имба скандинавских стратегий сейчас, ни с той, ни с другой стороны. Ну, со стороны Looking for Org понятно, почему их нет. А вот MeshMash могли бы перенять опыт от своих... Почти что земляков-фабрикинов, а может и совсем земляков. Я, кстати говоря, точно не помню. Вот фабрикины у нас из Швеции, по-моему. По-моему, действительно из Швеции фабрикины были, поэтому... Сейчас проверим. Фабрикин... Это, да, это шведская команда точно так же, поэтому... Кстати, по-моему, без организации команда, что тоже странно. Топ-3 команда без организации. А пауза? Пауза в игре? Ну, давай. Что ж, ребята, в игре пока что пауза. Мы можем поговорить о том, вообще, как прошел турнир Clutch Battles. Конечно, да, у нас финалисты еще не определились, но, тем не менее, мы можем уже сказать о том, ожидали мы, кто пройдет, насколько далеко, и оправдались ли наши ожидания. Ну, и здесь, конечно, обидно. Обидно, что СНГ коллективы не прошли слишком далеко. Фарзы, Шарпы, Proximity Gaming, они во втором раунде уже отлетели. Ну, и словили, на самом деле, сильных оппонентов. Кут-Кута, Purple Cobra, 0Penki. То есть, прямо, наверное, самые сильные команды, которые могли им попасться, им попались. Тем не менее, тоже ни одна из них в финал не вышла. В финале сейчас именно Looking for Ork и Mishmash. Итак, начинается пистолетный раунд, и есть уже open frag для команды Looking for Ork. Тем временем, Xisto на этот раз играет на рейс, пытается занять лампу. И туда есть интенция пропушить у команды Mishmash. Но Xisto отличную позицию занимает, стрейфится, наносит урон по оппонентам. Пока что превосходный отыгрыш от этого турецкого игрока. И неудивительно, что именно на нем очень многое строится в команде Looking for Ork. Xisto просто аннигилирует оппонентов. Явно один из лучших игроков в Турции, вот уж наверняка, да. Ну и на этом турнире точно. Я, если честно, не видел пока что Xisto на других турнирах. Я не видел, насколько круто он себя показывает. Я точно знал, что Паура невероятно сильный игрок. Но вот то, что есть еще какая-то звезда, которая может его затмить в Looking for Ork, для меня стало открытием. И я надеюсь, для наших зрителей тоже произошло какое-то открытие и откровение. В том плане, что на нашей трансляции они узнали еще больше крутых и перспективных игроков, таких как Xisto или, допустим, Twig. Допустим, Twig, я думаю, тоже многие, кто следил за ним в другой дисциплине, болеют за него сейчас. Mati тем временем уже дает пик по самому ценному игру команды Looking for Ork. Мавера попытался растрейдить у него, получилось сдать фраг, однако сразу же он отлетает от Блотгада. Ставится спайк со стороны команды Мишмаш, и прямо сейчас на планте остается только один игрок Looking for Ork. Паура находит пик по Твику. Отлично он реализовывает свой фланг, и вместе с туркой уже дают по одному фрагу они по команде Мишмаш. Итак, Паура, но ему просто дали свободно ходить по этому планту. Не очень понятно, почему не обратили внимание на него Мишмаш, где-то не дочекали, где-то не дотрейдили. Так или иначе, Паура просто погулял по планту на пойнте A и забрал второй раунд для своей команды. И так, это раунд для Мишмаш. И на самом деле странно, что к третьему раунду не подкопили экономики ребята из команды Мишмаш. Видимо, были затраты на втором, и затраты уже, очевидно, не оправданные. Здесь должен быть легчайший для Looking for Ork, потому что ребята вооружены до зубов. Видно, что Паура играет с фандалом, со вторым армором. И очень серьезные ребята уже накосали, допустим, брича команды Мишмаш. По нему надо бы пустить хил, хотя пока что этого не происходит. Интересно, сколько там осталось у Сейдж. Тем не менее, да, еще 30 секунд у Сейдж. Важно сейчас тогда не подставляться игроку на брича до тех пор, пока этот хил не откатится с другой стороны. Все игроки команды Мишмаш, наверное, примерно с одинаковой скоростью будут отлетать от команды Looking for Ork, потому что они без арморов, потому что они без девайсов, и это все легкие мишени для представителей турецкого коллектива в этом раунде. Итак, даблкил есть от Турка. Отличная работа с ковров, Турка продолжает аннигилировать оппонентов, и вот Торонто решил допушить, но Турка все-таки взял себе этот третий фраг, и третий раунд для команды Looking for Ork. Начало карты Бин складывается невероятно уверенно для турецкого коллектива. Субтитры сделал DimaTorzok которые на самом деле уже такие относительно новые, потому что вот недавно вышел новый пак скинов, даже два получается Сакура, Иони. Ну и здесь нам интересно ваше мнение именно по скинам дракона, потому что действительно, наверное, из таких визуальных дополнений в Valorant это самое резонансное. Их кто-то любит, кто-то ненавидит, но равнодушными к ним не остался никто. Тем временем у Мати есть рез, и есть возможность оставить команду Мишмаш в преимуществе, что он и делает. Ребята перетягиваются на Аплент. На Апленте только два игрока команды Looking for Ork, Торонто. Ждет своих оппонентов с лампы, и на самом деле сейчас может очень неприятно выйти к ним в бэклайн. Есть раскидка по Торонто, и как будто знали, что там есть игрок команды Обороняющихся, ребята, из Мишмаш. Но вот здесь под Вику Торонто, да, под Вику может очень серьезно выходить. Торонто даблкил, отличная реализация Джаджа, здесь Rebels. Дальше продолжает работать под своим усилением, но работает именно бридж команды Мишмаш. Еще один фраг, в живых три игрока команды Атакующих против двоих команды Обороняющихся. Есть от Турка Рес, отличный отыгрыш от Сейдж, однако сразу же есть трейды и со стороны команды Мишмаш. В принципе сейчас, да, выигранный наконец-то раунд для Мишмаш, но невероятно напряженная борьба была в конце, однако все-таки оставили за собой, наконец-то, первый раунд на этой карте ребята из команды шведских киберспортсменов. Итак, Торонто неплохо фликнул в дрона, хотя, конечно, красивее было бы, если бы это был его оппонент. А вот у Твика реально удается сделать open фраг, и сейчас в большинстве Мишмаш вполне резонно могут занимать любой из плунтов, тем более Bloat GG уже, Bloat God уже, а точнее дает фраг на Апланте. На Апланте сейчас остается два игрока команды Looking for Org, один остается на B, но надо сказать, что это Сейдж, и в любом случае удастся серьезно замедлить пуш игроку команды обороняющихся на Планте Б, если вдруг именно туда решат зайти Мишмаш. Однако, очевидно намерение шведского коллектива пушить именно на А, и здесь Bloat God уже дает пикпак Систу, в живых остается только Турка, и Турка просто решил остаться при своем девайсе. Тем временем Турка MVP данного матча, и по итогам четырех раундов, разумеется, у него счет 6-1, ну и если его не убьют в этом раунде, это будет довольно впечатляющий кодак. Продолжение следует... Что ж, два раунда за командой Мишмаш, три пока что за командой Looking for Org, но вот здесь стоит обратить внимание на то, что как только у Мишмаш появляется закуп, они начинают действительно намного увереннее себя чувствовать на этой карте. За СНГ обидно, да, за СНГ обидно, ни одна СНГ команда не дошла до финальной стадии турнира, а с другой стороны это турнир, и значит, что те, кто дошли до конца, действительно лучшие. Итак, играет команда Looking for Org Мишмаш, и Мишмаш начинает уже шестой для себя раунд с довольно медленной атакой Торонто. Тем не менее, все-таки находит момент, чтобы пикнуть Твика, видимо, попытался найти фраг с оператора на шорте, игрок на джет команды Мишмаш, и оказался наказан Торонто. Еще один фраг, зачем выходить так на оператор? Не очень понятно. И ребята просто как будто фидят, как будто фидят на шорте поинта A. Здесь Мишмаш, в принципе, просто отдают раунд команде Looking for Org. Да, они втроем. Да, есть возможность на камбэк, но вот эти два энтри, которые сделал Торонто, на самом деле не должны были происходить. Не в игре такого уровня. Итак, Мишмаш пока что очень медленную атаку продолжают. Сейчас на Б-планте три игрока команды Looking for Org, и если именно туда решат выйти Мишмаш, наверное, им будет не сладко. 14 секунд на таймере, скорее всего, Мишмаш просто решили остаться при своих девайсах, тем более Блотгаду есть, что сейвить. У него в руках оператор. И, скорее всего, этот оператор полетит в руки Твику, потому что этот игрок со снайперкой делает грязные вещи. И тем временем любовная парочка Маши и Миши отлетает в этом раунде. И Мишмаш... Эх, кстати говоря, не выходят на Эко. Что интересно, они выиграли только два раунда по итогам этих шести, и тем не менее продолжают играть с закупом. Отличные новости для шведского коллектива. Торонто тем временем на выгодной позиции дает отличный фраг по Рэблсу. Сейчас в живых только четыре игрока команды Мишмаш. Паура забирает Мати. И сейчас есть все возможности в легкую закрывать этот раунд для команды Looking for Org, что они, в принципе, и делают. В живых Сейдж, в живых... Прошу прощения, Джет, в живых Бричи. И мало-мало, что они смогут противопоставить своим оппонентам. Итак, Турка, еще один фраг по Блогу Джет, Джет, Твик остается последним. Конечно, оператор в руках у Твика внушает уверенность, но, разумеется, не один в пять. Не один в пять даже Твик это не сможет вывозить. Ну и нет, нет. Должен был быть изи-шот для Твика, но в итоге это выливается во фраг для Пауры. И пять-два уже ведут ребята из команды Looking for Org. Можно с уверенностью сказать, что четверть карты Бинт уходит турецкому коллективу. Однако, сейчас у команды Мишмаш остаются деньги на закуп еще. Здесь видно, что у Рэблса 7 тысяч, у Твика 7 тысяч. Если что, они докупят девайсы своим тиммейтам. Если что, они будут готовы продолжать в не менее, так сказать, комфортной экономической обстановке и следующий раунд. Поэтому, на самом-то деле, здесь хоронить Мишмаш совсем не имеет смысла, но пока что сильнее выглядят Looking for Org. Что ж, пока что не изменяют своему намерению заходить на Бэплэнд. Ребята из команды Мишмаш, здесь видно, что игрок со Спайком скорее готовится заходить под длину по НТБ. Тем временем, три его тиммейта занимают ковры через шорт. Пытаются открываться, но там все игроки команды Looking for Org контролят эту позицию. Но такое количество раскидки просто мешает им собрать должное количество информации. Тем не менее, Ксистол вместе с Паурой аннигилирует двух оппонентов Торонто. Также работает при помощи оператора и дальше с ультимейтом хочет просто добивать двоих оставшихся игроков команды Мишмаш. Легчайшим образом выигранный раунд для команды Looking for Org и это 6-2. И уж точно аутсайдерами по итогам первой половины не останутся ребята из команды Looking for Org. Итак, Торонто вместе с Ксистол играют с двумя операторами и в обороне на карте Бинт это невероятный эффективный сетап. Итак, Торонто. Открывается фрагом с оператора. Отлично контролят бокс ребята из команды Looking for Org. Тем временем Макси попытался сдать ультимейт и вроде как довольно близко лучики летели рядом с оппонентами, но не удалось сдать фраг. Торонто продолжает контролить бокс и Твик хочет, хочет все-таки найти этот пик по вражеской джет, однако не решается дальше выходить. И видимо Твик просто перетянется к тиммейтам. Хорошие новости для Мишмаш в том, что Спайк все еще под их контролем, 4 игрока в живых. Да, вы играете без Сайдш, это неприятно, но есть ульт от Брима и ульт от Твика, поэтому есть ресурсы, при помощи которых можно еще влиять на исход раунда. Продолжение следует... Минус Твик и это 7-2. Это невероятный счет по итогам 9 раундов. Просто ничего не могут противопоставить своим оппонентам ребята из команды Мишмаш. И надо бы им как-то подсобраться. Мы видели, что Мишмаш могут показывать невероятно красивый отыгрыш, невероятно уверенный. Здесь на карте Бинг что-то пошло не так. Возможно это последствия обидного поражения на Хейвене. Возможно это последствия того, что просто их душ это оппоненты знанием карты и уверенностью на ней. Но вот видно, что в то время как Looking for Org все более-менее ровненько идут по киллам. Далеко не у всех в Мишмаш уверенный КДА. И так, после паузы продолжаем. Мы, ребята, данное противостояние 7-2. Все еще ведут Looking for Org. Все еще Мишмаш им нужно цепляться за раунды. Потому что, конечно, с двумя выходить на смену сторон это не комильфо, выражаясь не литературным языком. Итак, Блоудгад дает фраг, однако Паура сразу трейдит. Какой-то грешет Пауры мог забирать еще одного, но Макси все-таки вывозит эту дуэль. Сейчас должен быть установлен спайк, но Rebels. Отличный пик по Маверии. Сейчас турка подсадит себя при помощи стенки. Будут ли фраги, пока что не палятся ребята из команды Мишмаш. Но здесь отличный фраг от Макси Дан. И в живых уже только один игрок команды Looking for Org. Это Торонто с оператором против двоих. В принципе, можно вывести, но вот со снайперкой ретейкать это, прямо скажем, очень неприятно. Тем временем позиции у команды Мишмаш тоже не самые приятные для игрока команды Looking for Org. Особенно если он заходит вот здесь, открыто прямо через плент. И Rebels, конечно, его наказывает. Это выигранный раунд, наконец-то, для команды Мишмаш. 7-3. И, возможно, удастся выйти на 5 раундов, выигранных в атаке на бинде. И, на самом деле, на карте бинд забрать 5 раундов в атаке, это прямо, скажем, хорошо. Это даже, можно сказать, крутой результат. Все-таки в обороне большинство команд здесь чувствует себя увереннее. И иметь хотя бы 3 раунда на камбэк это хорошо. А вот сыграть с счетом 5-5 или 6-6, это прямо заявочка на победу после смены сторон, если вы начинаете в атаке. Итак, Торонто открывается с оператором на лонге. Здесь твик. Будет готов его принимать. Но твик лишних движений не делает. Тем не менее, есть раскидка, есть смоук. Торонто перетягивается на другую сторону. Однако, там есть очень такая неприятная щелочка для Торонто. Тем временем, фраг уже есть для Макси. Он спрыгивает в плент. Дальше работает Турка за плентом. И Макси его продолжает пушить. Турка перезаряжается, но все-таки находит по нему фраг. Турка знает, что где-то на ковраг есть еще оппонент. Однако, прострелом его забирают. Твика также рессуют. Торонто продолжает чекать лонг. Однако, выйдет ли дальше пикать твик? Но твик, да. Еще раз отлетает в этой дуэли снайперов. Однако, на этот раз Мати все-таки трейдит. Минус Торонто. В живых два игрока Мишмаш. И попахивает выигранным раундом для Looking for Ork. Мати отлетает от Турка. Турка уже три фрага делает за этот раунд. И Rebels последний в живых. Я подозреваю капитан команды Мишмаш. Сейчас попытается это вывести в соло. На Апланте со спайком. Ну, в принципе, есть Смоук. Но, вот, конечно, намного больше шансов было бы, если бы Rebels располагал Моликом и Ультимейтом. Тогда бы можно было довольно эффективно прерывать Дефьюз оппонентов. Тем не менее, сейчас вся надежда только на стрельбу от последнего игрока, оставшегося в живых в этом раунде. Но у Турка четыре фрага в этом раунде дает и 7-3 ведут. Уже 8-3 ведут, ребята, из Looking for Ork. Что ж, начало карты Бинг невероятным образом вкладывается для команды Looking for Ork. Здесь уже есть шанс только на четвертый раунд для Мишмаш. И посмотрим, вообще удастся ли им этот четвертый раунд забрать. Видно, что последний раунд перед сменой сторон им приходится играть в такой полубай, когда у них есть две винтовки за 2900, два шерифа и баки. Особенно в атаке играть с баки, это прямо, скажем, неприятно. Но вот Твик, видимо, рассчитывает на то, что он на джет может сблизиться с оппонентами стремительно и реализовать этот дробовик. Ну, посмотрим, удастся ли ему это сделать на карте Бинг. На самом деле, может быть, не так эффективно реализована данная стратегия, как, допустим, на сплите. Маверу чекают при помощи дрона. И пока что есть информация у Looking for Ork, что уже игроки команды Мишмаш попытаются зайти через бокс. Турак вместе с Ксистол чекает Short. А, нет, Турак, прошу прощения, Торонто вообще стоит на Б-планте, а Турак с девятки, да, чекает более-менее все позиции. У него выгодное положение, с которого простреливается полностью оплент. Так, Ксистол готовит создавать ультимейт во флешке. Ничего это ему не дает. Тем не менее, Макси находит по нему фраг. Сейчас Твик врывается при помощи ультимейта, однако Торонто дальше убивает. Уже два фрага есть для игрока с оператором команды Looking for Ork. Твик все еще занимает более-менее сайвовую позицию в этой гуще файта, но в живых только три игрока команды атакующих здесь. Торонто просто аннигилирует оппонентов. И последний Твик. Твик работает с ультимейта, дальше ищет фраги. Он знает, что где-то в боксе находится оппонент. Сейчас оба игрока на джет находятся с ультимейтом друг напротив друга, но пока что просто не смотрит Твик в сторону Торонто. Твик разбираться у него просто не было шансов с Торонто. Конечно же, когда такое количество оппонентов тебя окружает, Торонто решающий фраг. И это 9-3 перед сменой сторон. Ребята из команды Looking for Ork заработали себе просто невероятное преимущество. И я напоминаю, что первую карту они уже забрали. Здесь финал, здесь брыба за 1000 евро. Второе место не получит ничего. Третье тоже. Все деньги призового уйдут тому, кто победит в этой карте. Точнее в этом финале. И вот если в этой карте одержит победу Looking for Ork, то 1000 евро уйдет турецкому коллективу. И так пошла у нас пистолетка. Знаем мы, что Мишмаш не всегда готовы вывозить пистолетку. Ой-ой-ой, какой просвет. И Редлс может его реализовывать. Тем временем Макси уже дает фраг, однако турка это сразу же трейдит. В живых по 4 игрока с обеих сторон. Тем временем ребята из команды атакующих перетягиваются на... А перетягиваются ли? Это заход на А. На планте никого, стоит стенка. И на самом деле, да, спайк без проблем будет установлен. Сейчас есть хорошие шансы у команды Looking for Ork забирать этот раунд. Потому что в целом Аплэнд полностью под их контролем. Макси пытается играть на девятке. Макси перестреливает по уру. Дальше его пытаются запушить, но... Есть информация по Торонто. И в живых уже нет никого из команды. А, нет, нет. Станция в живых игрок на рейс. И Макси делает. И по нему фраг отлично. Вот, игрыш от Макси. 3 килла. И выигранный раунд для команды Looking for Ork. Этот раунд очень нужно было выигрывать. Да, у нас тут оператор... Оператор показывает плохое поведение. Ну, тем не менее. Здесь побеждает сильнейший. Да, оператору можно, оператору можно. Оператор заслужил 7-часовой работой на стриме, так сказать. Тем не менее. Ребята из команды Мишмаш. Забирают очень важную для себя пистолетку. Хорошо, что они не отдают это Looking for Ork. Это действительно заявочка на то, чтобы сравнять счет. Потому что в обороне на карте Бинт можно натворить делов. И мы с вами, ребята, это знаем. Так, Паура, отличный фраг по Блоуд Джи Джи. Паура, даблкил. Ребята решили зафорсить на второй раунд, и это приносит свои результаты. Тем временем Торонто еще и разбирается с мать и в живых два игрока команды Мишмаш. И... Несмотря на то, что они выиграли пистолетку после смены сторон... Сейчас у них есть реальные шансы проиграть. Макси обходит. Вроде его чекают, но слишком мало хп у Пауры. Тут на самом деле не имело значения, сколько у него хп. Макси, отличный хэдшот. Пантома. И оппонент отправляется в следующий раунд Мавера. Разбирается с Реблсом. В живых последний игрок команды Мишмаш. Это Макси. Макси выходит на оппонента. Он знает, спалился игрок с шорти. Видит, что поменяли девайс. Но Макси продолжает воевать. Здесь, к сожалению, он теряет свой фантом. Его нужно подбирать ребятам из команды Looking for Org. И десятый раунд уже уходит. Турецкому коллективу более чем в два раза больше раундов за эту игру они себе забрали. Что самое обидное для Looking for Org. Даже выигранная пистолетка не позволила им выйти в минимальную серию побед. Пока что больше двух подряд они не забирали. И не предвидится ближайшие несколько раундов изменения этой ситуации. Потому что, допустим, сейчас мы видим, что Мишмаш играют на Эко. Мы видим, что, скорее всего, это будет легкий раунд для Looking for Org. Тем не менее, есть шансы у Мишмаш при должном отыгрыше забирать Эко. Потому что, напоминаю, сегодня был день богатый на победы в Эко-раундах. Однако вот Паура просто душит. Паура не дает шансов. Сразу же начинает центр фрага по оппонентам. На поинте ей уже нет одного опорника. Тем временем Макси пытается нашивать через маки. Но Торонто не лыком шит. Конечно же, с Фантома это делается намного более эффективно. Минус оппонент. Спайк установлен. В пятером в живых ребята из команды Looking for Org. И это выглядит как легкий одиннадцатый раунд. Паура забирает Вика в живых последние два игрока команды Мишмаш. И Торонто просто вышел на охоту. Он хочет найти двух последних, пофармить фраги. И, в принципе, это ребята и делают. Вместе с Маверой минус болт GG. Ну и Мавера забирает последнего игрока. Мати отправляется на респу. И одиннадцатый раунд уходит в команде Looking for Org. Что ж, пока что душат. Пока что просто поставили ногу на горло команде Мишмаш. Ребята из Looking for Org и не убирают. Четырех раундов против одиннадцати камбэкать практически невозможно. Хотя, с другой стороны, ну вот право есть только на одну ошибку у команды Looking for Org. Они могут себе позволить проиграть один раунд. Дальше все будет состоять из одних матчпоинтов. И, конечно, это невероятное напряжение и невероятное давление на игроков шведского коллектива. И так, Blood God готов принимать своих оппонентов в рукаве. Отличная флешка, но Паура в этой флешке разбирается со своим оппонентом. Если есть антрифраг для команды атакующих, вместе с Ксисто, они выводят команду Looking for Org в преимущество. И Макси остается последним со своим тиммейтом. Ребята из Мишмаш на самом деле идут к тому, чтобы проигрывать очередной закупный раунд. И они это понимают, они просто сейвят девайс, но здесь уже стопроцентные 12-4 и в 3 раза больше раундов, чем их оппоненты на этой карте забирают Looking for Org. Ну и здесь просто мой дорогой Апсервер пишет, что так нравится ему игра команды Мишмаш и Looking for Org, что он молится на то, чтобы мы все-таки увидели 25-й раунд. И вот видно, что Мишмаш совсем не сдаются. И они тоже готовы нам показать и 11-11, и 12-12, и овертаймы. И я уверен, что в принципе жалко, что эта игра имеет конец, потому что хочется смотреть и смотреть на игру таких невероятных команд. С радостью бы комментировал до завтра, но вот, к сожалению, все ближе и ближе к завершению. Ведут Looking for Org 12-4, последний раунд перед победой для них. Либо это матч-поинт, который заберут Мишмаш и дальше будут карабкаться к камбэку. Итак, неплохая позиция у Твика, однако он уже спалился здесь. Здесь, если его вовремя прочекают, то можно в легкую разбираться с игроком на джет. Однако Твик уже дал один фраг. Твик на лоу-хп, но его можно подхилить. И дальше с Джаджем в этой позиции можно очень эффективно принимать. Но смотрите, как играют ребята из команды Looking for Org. Они дальше не пушат или нет? Паура забирает Твика. 4 на 4, но по девайсам явное преимущество у команды турецких киберспортсменов. В живых уже 3 на 3. Тем временем на лоу-хп остается джет команды Looking for Org. И это может быть легкий фраг для Мишмаш. Реблс в неплохой позиции. Будет чекать выход игроков с ковров. У него прокидывается смоук. Однако вот-вот его запушит Паура. И Паура не находит этот фраг по Реблсу вместе с Мати. Уже 2 фрага дают ребята из команды Мишмаш. И побеждают этот раунд ребята из Швеции. Невероятная игра. Как только запахло жареным, Мишмаш начали забирать раунд за раундом. И это ли не здорово? За это мой любимый Валорант в любой момент может начаться с самый невероятный камбэк. И мы верим в то, что вот этот раунд для команды Мишмаш станет этим камбэком. Тем не менее, путь до победы на этой карте им предстоит проделать еще невероятно долгий у их оппонентов все деньги. Весь закуп у команды Мишмаш сейчас. Единственный шанс на то, чтобы не падать в экономическую яму, это дальше выигрывать раунд за раундом. Иначе довольно скоро их опять выведут на эко. Какой эко? Господи, о чем я говорю? 12 раундов, если проигрывают Мишмаш, то они проигрывают этот финал. Так что здесь не просто матч-поинт, здесь, наверное, чемпионшип-поинт для команды Мишмаш. Итак, Торонто. Неплохо нашивает Торонто. Не туда смотрит, его можно растрейдить. И это делает Твик вместе с мать и 2 кила. Твик пытается дальше нашивать, но это просто аннигиляция. Команда Looking for War в живых остается последний игрок. И Твик, решающий фраг. И шестой раунд за командой Мишмаш. Ура, ребята! Камбэк! Что ж, я не понимаю, почему мелькает мое лицо. Но почему бы нет? Напомнили вам, напомнил вам режиссер трансляции, как выглядит комментатор. Так или иначе, 12-6. Хороший отыгрыш от команды Looking for War. Не менее хороший отыгрыш от команды Мишмаш. Особенно сейчас, в последних раундах, есть заявочка на то, чтобы камбэкить. Есть заявочка даже на то, чтобы забирать эту карту. А Looking for War продолжает форсить. Looking for War все еще при деньгах, и они делают закуп за закупом. Не удается пока что доставить какие-то экономические трудности своим оппонентам, ребятам из Мишмаш. Но вот Паура уже дает пик по сове. Есть просвет по игрокам команды Мишмаш. И есть, кстати говоря, два ультимейта у Мишмаш. Это ультимейт Твика и, что немаловажно, ультимейт Сейдж. Удастся ли резнуть? Скорее всего, нет. Слишком глубоко в оппонентах лежит труп. Тем временем, Блоут Гад уже забирает Пауру. Однако, Турка сразу же трейдит этого игрока. 3 на 4. В живых сейчас больше игроков команды Looking for War. Тем не менее, более-менее равное противостояние. Ну вот Ксиста включается в файт, минус Реблз. Дальше Мати наконец-то находит этот рез по Макси. Потому что оставляют эту позицию ребята из команды Looking for War. Тем временем, Твик знает, что на специях оппонент. Но здесь Ксистау со стороны Ламп все-таки находит по нему фраг. И сдается отличный ультимейт от Ксистау в живых. Только Мати для команды Мишмаш. И это выигранная игра командой Looking for War. Какой невероятный финал. 13-6. Какая уверенная карта от команды Мишмаш. Прошу прощения, Looking for War. И турецкий коллектив побеждает Clutch Battles. Это был невероятный турнир, дорогие друзья. Сегодня мы посмотрели на отличные игры. И остается поблагодарить всех, кто досидел до конца. Поэтому для вас сегодня был Orcs Cup. Транслировали мы трансляцию Clutch Battles. Победила команда Looking for War и забрала все свои законно заработанные тысячу евро призовых. Поэтому, ребята, не уходите далеко. Orcs Cup дальше будет еще больше крутых активностей. Мы будем транслировать турнир Mandatory GG в рамках Ignition Series. Призовой 15 тысяч евро. Мы будем официальной русскоязычной трансляцией. Поэтому, ребята, следите за нами. Подписывайтесь на нас на Twitch. Подписывайтесь в ВК. Следите за комментаторами. Для вас сегодня комментировал Игорь. Хеликс Мещеряков на камере сидел вождь режиссером. Трансляции был Буран. Все оверлей подготовил для вас левтап. И мы вернемся к вам совсем скоро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...